Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 1 июня. В этот день в истории нашего Отечества. В 1076 году родился великий князь Киевской Руси Мстислав Владимирович Великий. В 1648 в Москве начался соляной бунт. В 1936 открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток. Одна из самых протяженных в мире. В 1962 в СССР цены на мясо, молоко, масло и яйца были повышены на 25-30%. В 1965 писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе. 1 июня 1076 года родился великий князь Киевской Руси Мстислав Владимирович Великий. Он был старшим сыном Владимира Мономаха и Гиты, дочери последнего англосаксонского короля Гарольда II. Большую часть жизни Мстислав Великий жил в Новгороде, где по воле отца в 13-летнем возрасте стал князем. В годы своего правления в Новгороде Мстислав действовал в согласии с новгородцами и способствовал укреплению и украшению города. После смерти отца в 1125 году он наследовал Великое Киевское княжество. Мстислав, подобно своему отцу Владимиру Мономаху, смог удержать единство русской земли, усмирив удельных князей, братьев и племянников, отогнав половецкие орды за Волгу и Дон и тем самым обезопасив русские границы. По словам летописца, он избавил русскую землю от поганых. Мстислав заложил в Новгороде церковь Благовещенье на городище и Николодворищенский собор. В подвластном ему городе Ладоге была возведена каменная крепость. В Киеве он построил две церкви, а также основал Федоровский монастырь. Ряд ученых полагает, что Мстислав являлся последним редактором повести временных лет. Военное могущество князя было настолько неоспоримым, что именно он, единственный из всех князей Киевской Руси, заслужил в летописях прозвище Великий. Мстислав Великий был женат на шведской королевне. Две его дочери были замужем за скандинавскими королями, а одна – за греческим царевичем Алексеем. Используя брачные союзы, Мстислав укрепил позиции государства на международной арене, проявив себя талантливым политиком и стратегом. 1 июня 1648 года в Москве начался соляной бунт. Восстание 1648 года было реакцией низших и средних слоев населения на политику правительства боярина Бориса Морозова, главного советника царя Алексея Михайловича. Во время проведения Морозовом экономической и социальной политики получили развитие коррупция и самоуправство, значительно возросли налоги. Разные слои общества требовали изменений в политике государства. С целью снять напряжение, возникшее в сложившейся ситуации, правительство Морозова решило частично заменить прямые налоги косвенными. Некоторые прямые налоги были снижены и даже отменены. Зато в 1646 году дополнительной пошлиной были обложены активно использующиеся в быту товары, в частности соль, что вызвало ее резкое подорожание. Между тем, соль в 17 веке являлась главным консервантом, позволявшим хранить мясо и рыбу. Вслед за солью подорожали и эти продукты. Их продажа резко сократилась, продукты стали портиться. Это вызвало недовольство как потребителей, так и торговцев. Вместе с тем, рост государственных доходов с введением налога на соль оказался меньше ожидавшегося, так как получило развитие торговля солью из-под полы. Уже в конце 1647 года налог был отменен. Стремясь компенсировать потери, правительство урезало жалования служилым людям, стрельцам и пушкарям, а росло общее недовольство в народе. Поводом для выступления послужил разгон стрельцами 1 июня 1648 года группы москвичей, пытавшихся подать челобитную царю на произвол приказных чиновников. Одним из пунктов челобитной была просьба об отмене недавно введенного налога на соль, из-за чего восстание и получило свое название. В соляном бунте приняли участие посадские люди, стрельцы, дворяне, недовольные политикой боярина Бориса Морозова. Начались погромы дворов влиятельных сановников, боярских усадеб. Восставшие требовали выдать боярина Морозова, фактически руководившего государством, и главу пушкарского приказа окольничего Петра Траханиотова. Не имея сил для подавления восстания, царь уступил, приказав выдать окольничего, которого тут же растерзали. А своего бывшего воспитателя Морозова царь Алексей Михайлович спас, отправив его в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. В 1648 году восстания произошли также в Козлове, Курске, Солево-Чегодской. Выступление оказалось настолько мощным, что царь пошел на уступки восставшим, было отменено взыскание недоимок и созван Земский собор для принятия нового уложения. 1 июня 1933 года в Советском Союзе была основана Северная флотилия. Северный флот – самый молодой флот России. Первая попытка создания военного флота на Севере была сделана свыше 300 лет назад. В 1693 году по указанию Петра I в Архангельске была заложена Соломбальская верфь, началось строительство военных кораблей. Белое и Баренцево моря были очень важны для торгового флота нашей страны. России был необходим выход к незамерзающим гаваням Севера. В 1740 году на Севере была создана первая эскадра российских военных кораблей, которые курсировали от Норвежского до Карского моря. Они препятствовали заходу шведского флота в русские гавани. Но постоянный, регулярный Северный флот берет свое начало с 1 июня 1933 года, когда циркуляром начальника штаба Красной Армии была сформирована Северная военная флотилия, с местом базирования в Мурманске. Первым командующим был назначен флагман 1-го ранга Захар Закупнев. В 1937 году вышел приказ Народного комиссара обороны о переименовании флотилии в Северный флот ВМФ СССР. С 1991-го Северный флот Военно-Морского флота России. В Великую Отечественную войну флот оборонял побережье, обеспечивал морские перевозки, охранял конвои союзников СССР, следовавших в города Архангельск и Мурманск и обратно в Великобританию и США. Он действовал на морских коммуникациях противника, поддерживал сухопутные войска, высаживал тактические десанты. Флот до конца выполнил свой долг перед Родиной. Более 48 тысяч североморцев были награждены орденами и медалями. 85 человек удостоены звания Героя Советского Союза, а трое из них стали дважды Героями Советского Союза. Ныне основу современного Северного флота ВМФ России составляют атомные, ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. В настоящее время Северный флот самый мощный из всех военных флотов России. 1 июня 1965 года писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе. Лауреатом премии Шолохов стал за бескомпромиссное изображение человека 20 века, однако для всех он прежде всего автор Тихого дома. Разговоры о том, что первая книга Тихого Дона написана не Шолоховым, появились еще в 1929 году. Была создана специальная комиссия, вынесшая положительное решение об авторстве Шолохова. У Шолохова было много завистников и недоброжелателей среди коллег по цеху, но в итоге было безоговорочно доказано полное авторство писателя. Компанию по присуждению Шолохову Нобелевской премии стал вести английский писатель Лорд Сноу, большой почитатель шолоховского таланта. Так получилось, что за год до этого, в 1964 году, Нобелевскую премию присудили Жанну Полю Сартру, который отказался ее принять со словами «Я не буду получать Нобелевскую премию, пока ее лауреатом не станет Михаил Шолохов». Для самого Михаила Александровича присуждение Нобелевской премии стало полнейшей неожиданностью. Хотя цену себе как большому писателю он знал всегда. Недаром на полях рукописи Тихого Дона рядом с автографом М. Шолохов он старательно выводил «Эл Толстой». По мнению профессора Института мировой литературы имени Горького Александра Ушакова, Шолохов – самый большой писатель 20 века. Темы, которые он затрагивал, не касался никто. По уровню понимания века и места человека в нем Шолохову нет равных. Талант Шолохова – это талант пророка. 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Инициатива проведения этого праздника была выдвинута в Париже на Первом Конгрессе женщин. Проходил он после окончания Второй мировой в 1949 году. Общество еще не оправилось от несчастья, которые принесла война. Особенно остро стоял вопрос о детях, родители которых погибли на фронтах, о детях, узниках, концлагерей и о детях, которые не имели возможности ходить в школу. На Конгрессе прозвучала клятва. Мы торжественно клянемся бороться за создание условий, необходимых для счастливого и гармоничного развития наших детей и будущих поколений. Мы торжественно клянемся неустанно бороться за обеспечение прочного мира во всем мире, как единственную гарантию счастья наших семей и детей. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Впервые этот праздник был проведен в 1950 году в 51 стране. С тех пор День защиты детей всегда отмечается проведением различных мероприятий, цель которых привлечь внимание к положению детей всего мира. В настоящее время данный праздник имеет даже свой собственный флаг. На зеленом фоне в самом его центре размещен знак Земли, окруженный стилизованными разноцветными человеческими фигурками. Эти фигурки символизируют собой разнообразие и терпимость, а знак Земли является символом нашей планеты. В 1989 году ООН приняла конвенцию о правах ребенка, которую подписала 61 страна. В 1990 году конвенция была ратифицирована в СССР. Права детей в России защищает федеральный закон 1998 года об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова